Это очевидно, данный рынок не является лидером. Главная история это США, однако восходящий тренд по-прежнему присутствует. Итак, Бруно, начиная с прошлой недели, вы были уверены относительно подъема индекса S&P 500. На данный момент рынок не перекуплен. Джессика, доброе утро. Перед нами график для индекса S&P 500. Пару дней тому назад у нас был довольно хороший рост. Индекс достиг отметки 26.27. Мы располагаемся недалеко от целевой отметки 26.29. Индекс находится намного выше верхней линии Боллинджера, который располагается в отметке 26.13. Поговорим теперь о том, что происходило ранее. В октябре мы видели рост выше линии Боллинджера. Затем мы отметили боковое движение. Рынок немного перекуплен. Именно поэтому присутствует риск продолжения боковой динамики. Что стоит за этим сильным ростом? Я предлагаю поговорить для начала о дискрепционном секторе американского рынка. Дискрепционный сектор в основном представлен цикличными секторами. Мы видим сильный рост. Индикатор относительной силы по отношению к S&P 500 вырос. Если мы сравним с оборонительным сектором, к примеру, возьмем сырьевой сектор, напротив, мы имеем довольно плоскую линию относительной силы по отношению к S&P 500. Даже не взирая на то, что пару дней мы наблюдали повышение. Поговорим теперь о том, каким образом себя ведут эти два сектора по отношению друг к другу. Это чёрная линия. Когда чёрная линия растёт, обычно S&P 500 фиксируют новые максимальные уровни. Именно это и происходит. Мы видим оскок чёрной линии. Поэтому, вероятно, рынок немного перекуплен. Но это и есть неким подтверждением восходящего тренда. Что происходит в технологическом секторе? Что касается технологического сектора, он продолжает находиться в восходящем тренде. Мы по-прежнему находимся в высшей линии поддержки тренда. Мы приближаемся к верхней линии Боллинджера. И на самом деле, пару дней тому назад это был не самый лучший опережающий сектор. Но, очевидно, он является ведущим сектором. По вашему мнению, сокращение налогов может помочь акциям с малой капитализацией? Если мы посмотрим на график акций малой капитализации, мы видим, что были установлены новые максимальные уровни. Возможное сокращение налогов действительно положительно может повлиять на этот рынок. Прошлые уровни сопротивления акций малой и средней капитализации выступают теперь в роли поддержки. И пока мы находимся выше этой линии, у нас бычий рынок. А это означает, что все участвуют в росте. Не только акции крупной капитализации. Соответственно, перед нами бычий рынок. Основной рост мы наблюдаем на рынке США. Как насчет развивающихся рынков? Поговорим для начала о рынке Китая. На прошлой неделе был зафиксирован огромный пробел, который был значительно выше линии Боллинджера. Мы говорили о том, что данный пробел должен быть заполнен. Именно это и произошло в течение недели. Мы видим движение назад, и вчера был зафиксирован отскок. Очевидно, это не лидирующий рынок. Это в основном касается рынка США, но восходящий тренд все еще присутствует. А рынки Европы и Японии по-прежнему отстают от США? Да, это плохая новость. Действительно, если мы посмотрим на Европу, относительная сила достигла новых минимальных уровней. Это говорит о том, что подъем будет очень медленным, постепенным. И кроме того, по сравнению с нисходящим движением, которое мы видим на графике, отскок, который якобы поднял медвежий флаг, на самом деле имеет более медвежий оттенок. Это означает, что есть некоторый риск пробить уровень 45-50 когда-нибудь. Пока мы ограничены зоной сопротивления 36-15. Если мы посмотрим на рынок Японии, здесь ситуация немного более позитивна. Перед нами небольшой боковой торговый диапазон. Однако индикатор относительной силы приостановил свое движение. Возможно, даже немного снизился. Это будет превалировать до тех пор, пока курс иены будет расти. Если курс японской иены пробьет линии восходящего тренда, возможно, по индексу Никея мы отметим немного больший отскок. И, наконец, Бруно, есть что-то, что инвесторы должны воспринимать как потенциальный риск. На самом деле есть рынок, который вызывает у нас небольшое беспокойство. Он не делает то, что он должен. Это рынок золота. Если S&P 500 растет, золото, которое является безопасным активом, должно снижаться. Однако этого не происходит. Золото все еще находится в пределах небольшого торгового диапазона. Мы видим попытку протестировать линию сопротивления в отметке 13.00. Возможно, мы увидим снижение ниже уровня 12.18. Это похоже на дивергенцию. Это некий предупреждающий сигнал. Поэтому мы должны об этом помнить до Рождества. Бруно, большому спасибо, что были сегодня с нами. Как всегда, было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо и вам. Мы с Бруно прощаемся с вами. Если вам понравилось наше видео о Дукоскопе, ставьте свои лайки и пишите комментарии. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...